Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Карагандинская область лидирует в вопросах цифровизации. В этом убедились столичные гости, заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев и вице-министр здравоохранения Ляза Атактаева. Антимонопольщики заинтересовались ситуацией вокруг угля в Караганде. В Караганде антимонопольный орган начал расследование в отношении угледобывающих предприятий и оптовых трейдеров. Казахстанские энергетики соревнуются в пяти видах спорта. В Караганде проходит среди сотрудников акционерного общества КИГОК. Старт соревнованиям дал Аким Караганды Нурлан Албакиров. Карагандинский регион посетили вице-премьер-министр Аскар Жумагалиев и заместитель министра здравоохранения Ляза Атактаева. Столичные гости ознакомились с работой областного кардиохирургического центра, а также приняли участие в совещании по вопросам цифровизации региона. В Карагандинской области активно внедряется так называемая смарт-медицина. Для этого все больницы и поликлиники области вошли в единую информационную сеть. С работой сети ознакомилась заместитель министра здравоохранения Ляза Атактаева на примере работы службы скорой медицинской помощи. В настоящее время треть посетителей поликлиник пользуются цифровыми сервисами записи. на прием к врачам. Создана цифровая флюоротека, в которую ежегодно загружаются данные порядка 700 тысяч человек. В результате повысилась эффективность профилактических осмотров от 20 до 75%. Помимо этого отмечена автоматизация процесса заполнения документации. До конца года планируется полностью перейти на электронные карты. График работы у врача, кто работает в этом кабинете, записаться на прием этого кабинета и увидеть свободные места. То есть, качество хранируется любым приложением бесплатно. То есть, это на школе штрих-код на наш сайт. Через наш сайт тоже вы можете записаться на прием, вызвать врача, мы там блок руководителя и выписать. Цифровизация внедряется во все сферы жизнедеятельности. В двухстах школах и четырех колледжах области открыты лаборатории робототехники. В Карагандинском государственном техническом университете столичные гости посетили выставку робототехники, на которой были представлены лучшие проекты инновационных технологий учащихся школ и колледжей. О повсеместном внедрении цифровых систем говорили уже на совещании, которое состоялось в аудитории университета. В нынешнем учебном году 230 школ перешли на ведение электронного журнала. Разработано мобильное приложение для родителей. Вице-премьер-министр Аскар Жумагалиев обратил внимание на то, чтобы жители не только крупных городов принимали участие в этом процессе. К примеру, онлайн-уроки для учеников отдаленных населенных пунктов. Классно то, что осуществляется полностью мониторинг и в целом мы видим оценки. Но, насколько я помню, вот эта система электронного образования, она создавалась и в том числе для того, чтобы решить проблемы дефицита преподавателей, английского языка, физики. В тех населенных пунктах, где сегодня имеется проблема с преподавателем. И, насколько я помню, эта система предполагала такие, знаете, уроки сборные, предположим, с Караганды преподаватель преподает, а где-то, предположим, в Шахтинске дети слушают и могут еще и отвечать на те вопросы, которые поставлены. На совещании также была презентована так называемая социальная карта. Единая плодежная карта, которая позволит даже расплачиваться за проезд в общественном транспорте. На эту карту можно будет получать зарплату и иные социальные отчисления. Также этой картой можно будет оплачивать в автобусах проезд. Это дает электронное билетирование. Также автобусы будут оснащаться нами же электронными валидаторами, терминалами. Можно сказать, что по аналогу алматинских и астанинских предприятий, ОНА и Астра. Но наша программа будет отличаться иной программой, решением. На совещании было отмечено, что государственная программа «Цифровой Казахстан» это важный этап третьей модернизации, о которой говорил глава государства. Цифровизация Казахстана – ключевой фактор развития. Уже сегодня успешно работает портал «Электронное правительство». Внедряются в жизнь и другие проекты. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ситуация с нехваткой угля взята под контроль. А за необоснованное повышение цен на товары производителей ждет административная ответственность. На эти и другие актуальные вопросы ответили на брифинге, посвященном защите прав потребителей. В последнее время часто наблюдается грубое нарушение прав потребителей. На полках в супермаркетах стоит просроченный товар, а продавцы отказываются обменивать испорченные продукты. Такие случаи возникают из-за отсутствия у потребителей элементарных знаний о своих правах и халатного отношения продавцов. Одна из недавних проблем, с которой столкнулись карагандинцы, это резкий скачок цен на уголь и его нехватка. На данный момент ситуация взята под контроль Акима области Ерлана Кушанова. Департамент по защите прав потребителей выясняет обоснованность роста цен. По вопросу угля на сегодняшний день нашим департаментом проводится расследование в отношении углодобывающих предприятий и актовых трейдеров. В рамках расследования мы выясним, насколько было обосновано тарифы, которые они утвердили. И по итогам расследования, если будет выясняться, что они не обоснованно поднимали тариф, тогда, соответственно, будем привлекать к административной ответственности. Но говорить, что они на данный момент хорошие, это прищепременно, это по итогам расследования будем. На сегодняшний день с целью сокращения конфликтных ситуаций между покупателями и продавцами правительство устраивает различные семинары. Каждому потребителю необходимо знать, что согласно закону о защите прав потребителей Покупатель вправе в течение 14 дней с момента покупки обменять купленный товар. Если потребитель приобрел некачественный товар, то продавец обязан принять такой товар и в зависимости от пожелания потребителя вернуть полную денежную сумму, либо обменять на исправный. В нашем регионе был проведен расширенный семинар с участием представителей различных предприятий, производителей и поставщиков продуктов питания. На данном мероприятии мы разъяснили, что каждый, кто нарушит права потребителей, а также необоснованно поднимет цены, будет привлечен к административной ответственности. Хочется также отметить, что в настоящее время работает служба горячей линии. Каждый потребитель может позвонить по номеру 425211 и сообщить о нарушении своих прав. Стоит отметить, что Министерством национальной экономики Республики Казахстан планируется усиление защиты прав потребителей. Национальное законодательство будет приведено в соответствии с зарубежными нормами и правилами, регулирующими вопросы защиты прав потребителей. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф поздравляет всех с Днем Первого Президента. Бедро Куриный Эмироторг 750 грамм, 549 тенге. Набор конфет Тофифи 125 грамм, 499 тенге. Чай Пиала Голд, 420 грамм, 895 тенге. Скоро открытие нового магазина Скиф по адресу Тетимбета 10 дробь 5. Скиф. Просто сравни цены. Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение новую купюру 500 тенге. Купюра является шестой в серии Казахиле и соответствует дизайну более высоких номиналов. Характерные изображения на лицевой стороне купюры – монумент Казахиле и голуби. На оборотной стороне – Каспийское море. Цветовая гамма не изменилась. Купюры старого дизайна остаются в обращении до 10 июня 2020 года и являются равнозначным платежным средством наравне с новыми. После этого срока старые купюры будут изъяты. Период параллельного хождения банкнот 500 тенге образца 2006 года и 2017 года установлен с 22 ноября 2017 года по 10 июня 2020 года. Период параллельного хождения банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 и 2017 года являются законным платежным средством на всей территории Республики Казахстан и обязательны к приему по всем видам платежей и переводов денег. Соблюдать морально-этические принципы поведения медиков поклялись свыше 200 студентов. В театре имени Сакена Сифулина состоялось посвящение в студенты областного высшего сестринского колледжа. Будущие медики с размахом отпраздновали начало студенческой жизни. Первокурсники порадовали зрителей концертными номерами, а кульминацией вечера стало клятва. «Быть готовым в любую минуту, при любых обстоятельствах, прийти в нуждающую медицинскую помощь». «Армите! Армите! Армите!» Посвящение студенты – это грандиозное событие, символизирующее начало прекрасной студенческой поры. Данное торжество отнюдь не новое явление. Традиции простираются вплоть до средних веков. В прошлых столетиях, чтобы считаться полноправным членом учебного заведения, первокурсники проходили через множество испытаний. Сегодня это торжественное мероприятие, на котором новые лица учебного заведения приносят клятвы и слушают наставления старших. Каждый из нас сегодня услышит ту самую клятву, которым будет и вера, и правда служить каждый день и ночь. Для меня выбор данной профессии был осознанным. И я уже сейчас понимаю, что вся моя последующая жизнь будет связана с людьми, с их здоровьем и помощью. Как сейчас многие сидят в этом зале и ждут эту клятву, и я в том числе. Я очень рад этому. Карагандинский областной высший сестринский колледж – один из старейших средних специальных учебных заведений Казахстана. За 80 лет медицинский колледж выпустил свыше 30 тысяч медицинских работников среднего звена. Этот год стал для учебного заведения особенным. Акимобласть Иерлан Кошанов постановил переименовать медицинский колледж в областной высший сестринский колледж. Директор Аманжол Нурбеков рассказывает, это достижение – результат долгих лет упорного труда. Вообще, по традиции, мы ежегодно посвящаем первокурсникам. Это традиционные, но сегодняшние традиционные – это особые. Почему? Потому что с августа месяца 2017 года мы стали высшим сестринским колледжем областным. Это не все. Мы прошли огромный конкурс, в течение нескольких лет готовились. И мы в этом году прошли два колледжа – Чемкенский областной колледж и Карагандинский. До этого по Казахстану прошли шесть колледжей. Теперь полноправных студентов областного высшего сестринского колледжа ждут года обучения и практики. Чтобы с честью носить белый халат, каждому из них придется непрестанно учиться. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В новом историческом периоде упор делается на сохранение своей культуры – собственного национального кода. Через какие рычаги можно сохранить внутреннее ядро национального «я»? Об этом размышляет преподавательский коллектив гимназии номер 92. Им активно помогают учащиеся. Концерт под названием «Сиемсена Туганжер» – не первое мероприятие, которое проходит в рамках проекта «Булашака Бахдара Рухани Жангру». Преподаватели школы отмечают, такие мероприятия играют важную роль в привитии молодому поколению, любви к родине, своему народу и его традициям. По словам Назам Халилины, заместителя директора по профильному образованию, ученики сами проявляют инициативу и самостоятельно организовывают различные творческие вечера. Данный концерт не стал исключением. Активисты школы ответственно подошли к поставленной задаче и продемонстрировали зрителям результат отменной подготовки. Цель мероприятия – это пропаганда, общенациональная идея Магликель. Это привитие детям любви к родному краю. Проводит это мероприятие библиотекарь нашей школы Умшан Искаковна. Участвуют дети, здесь они проявляют свои способности, рассказывают стихотворения, поют песни, звучит ки. Все это происходит в красивом месте, в актовом зале нашей гимназии. В ходе концертной программы ученики 92-й гимназии порадовали зрителей исполнением патриотических песен и выразительным чтением стихотворений известных поэтов. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спартакеада как отличный вид тимбилдинга. Побороться за главный приз ехались энергетики из разных уголков Казахстана. В спорткомплексе «Жастар» стартовала спартакеада, в которой приняли участие сотрудники компании «Кигок». В течение двух дней 12 команд померятся силами в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, армрестлинге и шахматах. «Кигок» является крупнейшей казахстанской компанией по управлению электрическими сетями. В этом году она отметила свой 20-летний юбилей. К торжественной дате приурочена традиционная спартакеада, которая впервые приобрела более крупный масштаб. На состязание приехали сотрудники из девяти региональных филиалов и дочерней компании «Энергоинформ». Стоит отметить, что место проведения спартакеада меняется каждый год, а главный кубок неизменно остается у северного региона. «Вот тогда начали расширять команды. Сейчас у нас мини-футбол, волейбол, настольный теннис, мужчина-женщина, армрестлинг, мужчина-женщина по двум весовым категориям. И шахматы по пяти видам спорта. И разыгрывается общекомандный кубок, переходящий до этого кубок. Остался почти десятикратным чемпионом северного места. Сейчас новый кубок. И завтра в конце спартакеады будет известно, кто будет обладателем переходящего кубка». Со вступительным словом выступил Аким города Караганда Нурлан Аубакиров. Он пожелал участникам удачи, а также отметил, что в нашем регионе спорту и здоровому образу жизни граждан уделяется особое внимание. «Уверен, что в ходе этой спартакеады мы услышим новые имена. А нынешние соревнования, которые станут одним из главных событий спортивного года в нашем городе, придадут на полный степень импульс развитию физической культуры. Пусть на спортивных площадках и спортивных секторах царит дух дружбы и спортивного соперничества. Пусть каждый день ознаменуются новыми спортивными рекордами и достижениями». Руководство компании уверено, проведение подобных мероприятий служит установлению прочных связей между филиалами и укреплению корпоративного духа персонала. Сотрудники компании регулярно занимаются спортом. Как итог, на ежегодной спартакеаде среди портфельных компаний «Самрук Казна» сборная КИГОК занимает только призовые места. Специалист службы снабжения центрального филиала Шокан Мухтаров рассказывает, карагандинцы готовились к спартакеаде два месяца, а потому уверены в победе. «Команда Карагандинской области настроена на позитивный лад. Мы верим, что займем первое место в общекомандном зачете, а также будем рады занять первое место в индивидуальных зачетах. Подготовка данной спартакеаде длилась, наверное, месяца два. С тренером, со всей серьезностью. Каждый член команды усердно трудился, работал, тренировался. И надеюсь, все, что мы проделали за эти два месяца, сегодня нам помогут». Лучших в спорте сотрудников определяют 25 ноября на закрытии спартакеады. В сборную команды КИГОК войдут лишь сильнейшие, чтобы в будущем помериться силами с командами других портфельных компаний «Самрук Казна». Торжан Лянова, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Четыре побед подряд привез к хоккейный клуб «Сарарка» из выездной серии. 23 ноября в Нижнем Тагиле карагандинская дружина сыграла с местным клубом «Спутник». В итоге сухая победа «Сарарки» 0-3. Желто-оранжевое безумие в пользу «Сарарки». Именно так можно заглавить последний матч нынешней выездной серии. Первый период остался безголевым. Во второй 20-минутке карагандинец Сергей Тополь оформил дубль. Две шайбы с разницей в три минуты забросил бывший игрок «Спутника», а ныне форвард карагандинского клуба. Сезон сегодня провел «Спутники». Хороший сезон, хороший город, хорошие болельщики. Команда была хорошая. Нет, особо не настраивался. Просто знал, что пора забивать. Столько много попыток. Сегодня получилось, партнеры молодцы. Особо никогда не настраивались. В третьем отрезке игры Станислав Альшевский отправил третью шайбу в ворота Нижнетагильцев. Комментируя итоги матча, наставник карагандинцев Дмитрий Крамаренко заявил, что нынешняя победа – это результат слаженной командной игры. Четвертая игра. Сегодня уже понимали, что не будет хватать где-то свежести. И понимали, что соперник сейчас на ходу. Да, он хорошие там матчи провел, последние победы у него. Понимали, что рассматривали игру соперника. Понимали, что он будет играть от обороны, сдать наши ошибки. На свою очередь попытались свести к минимуму свои ошибки. Потом терпели так же и ждали своих моментов, и забили голы. Ну, у нас не четвертая игра, у нас седьмая. Седьмая домашняя. Хотелось ее достойно провести, но эмоций не хватило. Не хватило эмоций, не хватило движения. И самое главное, что совершили три ошибки, за которых нас наказали. А именно, совершили ошибки, я бы сказал, грубейшие. Таким образом, из выездной серии Сараарка привозит 12 очков. Это позволило карагандинскому клубу подняться с седьмого на четвертое место в турнирной таблице. А 27 ноября стартуют домашние игры. Наша команда будет принимать училинский клуб «Горняк». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сельскохозяйственные ярмарки в Караганде продолжаются. 25 ноября, а также 9 и 23 декабря в торговом доме Сарарка пройдут ярмарки. Будет реализовываться продукция сельхозпроизводителей Карагандинской области по ценам ниже среднерыночных. Торговый дом Сарарка находится по адресу проспект Строителей, 35, 2. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова